Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцевой. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Самое обсуждаемое произведение 20 века. В Самарском художественном музее открылась выставка одной картины. Черный квадрат Казимира Малевича. Герой, на которого нужно равняться. Самарские юно-армейцы пообщались с генерал-майором МВД России Александром Шаховым. Самое популярное животное в советском кинематографе. Сегодня отмечается Международный день черной кошки. Не каждый день новости искусства становятся главными в сетке новостей. Но сегодня исключительный повод. В Самару прибыл шедевр мирового масштаба – черный квадрат Малевича. Уже с этого дня жители губернии могут увидеть легендарный символ искусства 20 века в Самарском областном художественном музее. Это стало возможным благодаря программе «Дни Эрмитажа». На торжественном открытии выставки одного шедевра побывала Гульфия Сафина. Это тот самый случай, когда для большой масштабности выставки достаточно одной картины. Никаких полутонов и композиции, только один цвет и один холст. Да, черный квадрат Малевича в Самаре. Одна из самых обсуждаемых и загадочных картин прибыла в Самару на дне Эрмитажа. В программе музея Северной столицы Самарская область участвует впервые. Это стало возможным благодаря губернатору Дмитрию Азарову, который год назад на 8-м Санкт-Петербургском международном культурном форуме подписал соглашение о сотрудничестве с директором государственного Эрмитажа Михаилом Петровским. Конечно, в рамках соглашения мы планируем и выставочную деятельность, мы планируем деятельность по обмену опытом. Это очень важно. У Эрмитажа, конечно, богатейший опыт, традиции, но и у Эрмитажа есть взгляд в будущее, в том числе использование современных технологий в музейном деле. Я очень рад открыть Дни Эрмитажа в Самаре. Сегодня, в этих днях, мы показываем одну из самых главных картин 20 века. Вот, ни больше, ни меньше. Черный квадрат Малевича – это очень важная вещь, которую нужно просто смотреть. Смотрите, смотрите очень долго. Это как раз из тех картин, которые нуждаются в выставке одной картины. То, что первым на Дни Эрмитажа в Самару приехал именно Малевич, не случайно. Долгое время этот черный квадрат втайне хранился в городе. В этом году, когда зашел разговор о том, какое произведение привести, мы понимаем, какой у нас авангард, что это бренд региона. Навстречу к нашему авангарду приехал черный квадрат. Но еще этот год и юбилейный для Анеты Якриной Баси. В этом году было по 90 лет. И она в свое время очень мечтала, чтобы черный квадрат поселился в нашем музее. Известно, что Казимир Малевич создал четыре версии черного квадрата. Но из-за пандемии увидеть этот шедевр сейчас можно только здесь, в Самаре. Во-первых, Дисковская галерея закрыта для посетителей. Московские музеи закрылись. В Петербурге музеи работают с ограничением по количеству людей, которые находятся. Но самое главное не в этом, а самое главное, что там простроены музейные маршруты. Таким образом, что в русском музее нельзя подойти к черному квадрату. Поэтому только в Самаре, только у нас. Шедевром восхитилась и глава Самары Елена Лапушкина. Безусловно, это событие интересное и масштабное, и значимое для Самары. И для меня, и для самой была любопытна моя реакция, когда я впервые увижу достаточно известное произведение. Наверное, я его еще буду в дальнейшем осмысливать. Но тем не менее, я рада за тех людей, которые увидят здесь. И только в Самарском художественном музее выставка квадрата проходит в нетипичном формате аудиенции. По задумке архитекторов, подойти, точнее взойти к холсту можно лишь один на один, по сужающемуся кленовидному коридору. И в этот же момент сам квадрат тоже смотрит на вас и запоминает. Наверное, здесь применима фраза «все гениальное просто». И вот увидеть эту простоту и ее гениальность в себе, в людях, в окружающих, в окружающем мире, наверное, для меня вот какое-то это восприятие сегодня открылось. Сама обстановка, сама атмосфера, какая-то энергетика бесподобная. Вот действительно, как будто прикоснулись к какому-то уникальнейшему явлению. Ну, собственно, так и есть. В эту пятницу, субботу и воскресенье самарцы смогут увидеть оригинал «Черного квадрата Малевича» бесплатно. С 1 по 20 декабря вход на выставку будет стоить 200 рублей. Льготный билет – 100 рублей. Гульфия Сафина, Василий Калдашов. События. В выставку будет сопровождать и цикл лекций в рамках Дней Эрмитажа. О самом обсуждаемом произведении 20 века расскажет Лилия Альбертовна Галимова, сотрудник научно-просветительского отдела Государственного Эрмитажа. В субботу, 28 ноября, гостей ожидает лекция «Малевич. Путь к квадрату». А на следующий день, в воскресенье, 29 ноября, рассказ о постимпрессионизме и главных мастерах течения, творчестве Сезана, Ван Гога и Гогена. Начало лекции в 16 часов. Телеканал «Самара Гиз» будет вести эксклюзивную онлайн-трансляцию событий на нашем YouTube-канале. Присоединяйтесь. Пошли по второму кругу. Волонтеры еще раз обходят дома в квартале на улице Шверника, чтобы узнать мнение тех жителей, которых в прошлый раз не застали дома. Предмет разговора строительства детского сада и благоустройства двора, которое сейчас пустует. Каждый может поставить свою подпись в графе «за» или «против». Вопрос возник после того, как инициативная группа обратилась с требованием отменить планы по строительству дошкольного учреждения. Встречи по этому поводу не раз проходили в городской администрации. В обсуждении с главой города принимали участие общественники и активисты Общероссийского народного фронта. С противниками благоустройства не согласны многие, и в том числе родители дошкольников очередь в детские сады в этом районе более полутора тысяч человек. Перед тем, как будет принято окончательное решение, необходимо узнать мнение каждого. Поддерживаете ли вы комплексное развитие территории вашего двора в ходе строительства детского сада? Да, поддерживаю. Потому что нет для ребенка важен детский сад. А территория здесь, на мой взгляд, не очень ухоженная до сих пор. Ну, детских садов здесь поблизости нет. Вернее, есть, но их тяжело попасть. А можете на минутку выйти, мы вам вопрос зададим? Нет. А? Я болею. Вопрос. Поддерживаете ли вы комплексное развитие территории вашего двора в ходе строительства детского сада? Нет. А можете на опросном листе указать? На бумажном носителе опросный лист у нас. А вы знаете, сколько детских садов угробили? Вы знаете, сколько детских садов растащили, разбомбили? Я сама работала в детском саду. И знаю, как это дорого, и как это много, сколько вложено труда. Здравствуйте, волонтеры. Прошу мнения жителей. Я за. А можете на бумажном носителе указать? Опросный лист, мы просто заполните его, и все. Ага, ну спасибо вам на это. Вы за строительство, за благоустройство? За детский сад. Спасибо вам большое за ваше мнение. Мы согласны с тем, чтобы вот что-то, чтобы благоустроить какой-то. Вариант очень хороший. Предложение очень хорошее. А другого варианта, другого предложения нам не будет. Самарский центр управления регионом возглавил Сергей Рыжиков. Ранее он был заместителем гендиректора по связям с общественностью АО «Самрек». Еще ранее генеральным директором телеканала «Самара ГИС». Его заместителем в новой организации стала Венера Рамазанова. Центры управления регионом создаются во всех субъектах страны с целью координации работы по мониторингу и обработке всех видов обращений, жалоб и предложений граждан. В Самарской области центр в тестовом режиме работает с октября. А в России назвали самые высокоплачиваемые профессии. Центробанк предложил новые правила оценки риска обналичивания денег. Ставки по вкладам показали самый заметный рост с начала кризиса. Обо всем подробнее в нашей рубрике «Новости экономики». Здравствуйте! Вы смотрите «Новости экономики». Расскажу о них я, Виктория Шаре. В пятницу, 27 ноября, евро поднялся на 0,14% и достиг 90 рублей, 2 копейки. Доллар упал на 0,02% до 75 рублей, 45 копеек. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России. Стоимость январского фьючерса на нефть марки «Брент» на лондонской бирже упала на 0,7% до 47 долларов 95 центов за баррель. Форбс назвал самые высокооплачиваемые профессии в России. Нефтяники оказались на первой строчке, хотя среднее вознаграждение руководителя в этой отрасли снизилось на 15% по сравнению с 2019-м и составило почти 3 миллиона долларов в год. Второе место занимают «Металлурги». Среднее вознаграждение глав таких компаний увеличилось за год на 5% до 2 миллионов долларов. Топ-3 замкнули руководители телекоммуникационных компаний, в среднем зарабатывающие 1,5 миллиона долларов, плюс 2% к прошлому году. Самый большой рост и 8% показали транспортные компании, обогнав секторы тяжелой промышленности, фармацевтики и телекоммуникаций. Центробанк предложил новые правила оценки риска обналичивания денег. Регулятор намерен изменить основной антиотмывочный закон и запустить с банками единую платформу. Вместе они смогут распределять клиентов по зонам риска. Те, кто попадет в красную зону, будут фактически отрезаны от обслуживания. Платформа будет называться «Знай своего клиента» и позволит кредитным организациям оценивать благонадежность российских компаний с точки зрения риска проведения сомнительных операций тремя цветами – красным, желтым и зеленым. Ставки по банковским вкладам показали самый заметный рост с начала кризиса. Доходность депозитов для населения начала расти в первые дни ноября, когда банки расширили линейку сезонных предложений. Максимальная ставка по вкладам в России выросла и достигла 4,5%. Это самое заметное повышение доходности депозитов с мая 2020 года. Тогда банки краткосрочно подняли ставки, чтобы сдержать отток средств в физлиц после кризисных марта и апреля. Но потом продолжили снижать их. Это были новости экономики. Берегите ваши финансы. Каков он портрет современного госслужащего? В Самаре прошла вторая региональная сессия кадры 4.0. В режиме онлайн государственные и муниципальные управленцы, HR и федеральные эксперты обсудили вызовы будущего и разработали портрет специалиста государственной службы нового времени. Каким его видят профессионалы уже сегодня, расскажет Мария Левина. Активный, целеустремленный, владеющий диджитал-технологиями и берущий ответственность на себя. Таким видят идеального специалиста государственной службы уже сегодня. Общий портрет собирали все вместе государственные и муниципальные управленцы, бизнесмены и кадровики на второй региональной кадровой сессии кадры 4.0, как ответ на вызовы индустрии 4.0 и ВУКа мира. Главная цель сессии в этом году – синхронизация вызовов будущего. В обсуждении участвуют и федеральные эксперты. Мир стремительно меняется, но вместе с тем, по нашему мнению, Россия способна предложить этому миру новые технологии, новые подходы, новые какие-то направления дальнейшей работы. И здесь очень важно, чтобы мы эти подходы, так как условно время быстро летит, вместе сообщав, выработали и предложили их нашему обществу. Масштабный форум уже вышел за рамки региона. В нем принимают участие лучшие российские кадровики. Повысить эффективность кадровой политики, открывать новые возможности для молодых и перспективных специалистов – одна из ключевых задач, поставленных губернатором Дмитрием Азаровым. По многим показателям регион уже занимает высокие строчки в федеральном рейтинге. Например, конкурс «Лидеры России», в котором глава Самарского региона является наставником. По количеству участников область заняла первое место в стране. В этом году область в финале представляли шесть человек, а один из них стал победителем. Количество людей, которые готовы брать на себя ответственность, проявлять себя как лидер. В нашей области много, как нигде в другом субъекте Российской Федерации. Все зависит от того, как мы выстроим работу, развитие этих, в том числе, индивидуальных траекторий людей. Увидим их, поверим в них и дадим возможность себя проявить. Тренды, вызовы, ожидания, компетенции и специфика региона – три темы, на которые разделили всю сессию. В режиме онлайн на прямой связи эксперты обсудили лучшие практики внедрения современных управленческих технологий. Сегодня, используя эти цифровые инструменты, как зум, доска, миру, уже работаем с облачными данными. Мы подготовились к так называемому определению кадра 4.0. Кто этот служащий, какими компетенциями, перед задачами, которые ставит нам общество, бизнес и государство, должен обладать в новом времени. Для современного госслужащего особенно важно шагать в ногу со временем, понимать особенности цифровой трансформации на службе. На кадровой сессии поделились популярными мировыми трендами и общественными запросами, а также технологиями подготовки кадров с учетом специфики региона. Мария Левина, События. В Самаре по проекту «Диалоги с героями» прошла встреча с генерал-майором МВД России в отставке Александром Шаховым. Воспитанники военно-патриотических объединений и юно-армейцы смогли задать интересующие вопросы и узнать об особенностях работы сотрудников уголовного розыска. На встрече побывала наша съемочная группа. На встрече с генерал-майором МВД России Александром Шаховым участники военно-патриотических клубов и юно-армейцы. Молодые люди пришли узнать из первых уст об особенностях работы сотрудников уголовного розыска. Тяжело ли было? Основной вопрос. Я понимаю, что тяжко везде и всю. Как говорится, тяжело в учении и легко в бою. Но и бывают такие случаи, что и в бою тяжело. Были ли критические ситуации, которые представляли, что нужно действовать молниеносно, по щелчку, что нужно было делать в принципе? Александр Шахов в органах внутренних дел проработал больше 30 лет. После окончания авиационного института трудился внештатным сотрудником уголовного розыска. В 1983 году был командирован в Тольятти на должность начальника уголовного розыска ОВД Центрального района. Впоследствии был назначен начальником РУВД района. Сейчас Александр Николаевич возглавляет общественный совет при управлении МВД России по Самарской области. Ведет активную патриотическую работу. Признает сообщение с молодежью в радость, делиться знаниями о профессии и помогать это по-самарски. Это тоже, я считаю, очень важная и нужная работа. Заниматься с молодым поколением, с молодежью, рассказывать и говорить о тех ценностях, которые были и есть в целом у нашего государства, у нашего общества, у народа. Они должны знать, почему мы воевали в Афганистане. Они должны знать, почему мы воевали на Северном Кавказе. Они должны знать, почему наши военные специалисты принимали участие в различного рода конфликтов на территории зарубежного государства, именно реальную правду. Встреча проходит по проекту «Диалог с героями». Его цель – воспитать у молодого поколения любовь к родине, сформировать уважительное отношение к истории страны. Проект возрождает традиции наставничества. Опираясь на опыт старших поколений, молодые люди могут сделать выбор профессии. Такой формат встречи дает возможность молодежи лично побеседовать с героем, который многого добился, который может поделиться своим опытом. Ну и в частности, это также какая-то профориентационная работа, рассчитанная на то, что дети прекрасно могут понимать, куда они могут пойти служить дальше на благо своей родины. Диалоги с героями в Самаре продолжатся. До конца года состоятся еще несколько встреч. Те, кто не будут присутствовать лично, смогут посмотреть прямые трансляции. Лариса Шалафаст, Василий Колдашов, События. Туристический маршрут «Жигулевские выходные» станет частью национального проекта туризма, индустрии и гостеприимства. Направление признали лучшим на заседании экспертного совета по реализации программ продвижения маршрутов в сфере внутреннего и въездного туризма. На втором месте «Кузбасс. Огонь в сердце», на третьем «Гран-тур. Вся Карелия». Эти три проекта получили статус брендовых маршрутов. Они станут якорными и получат максимальную поддержку ростуризма в части продвижения. «Жигулевские выходные» – это насыщенный тур, который включает в себя элементы культурно-познавательного, экологического, гастрономического туризма и активного отдыха. В рамках маршрута в течение четырех дней у туристов появляется возможность попробовать нашу волжскую кухню, пройти по экологическим тропам Самарской Луки, посетить Купеческую Сызрань, заняться активными видами спорта на акватории Жигулевского моря. Во время тумана и снега самыми беззащитными перед внешними ситуациями на дороге оказываются дети. Чтобы школьники всех возрастов были подготовлены ко всем возможным опасностям, сотрудники ГИБДД и администрации Самары регулярно проводят флешмобы и образовательные акции. Об одной из них расскажем в следующем сюжете. Для учеников начальной школы номер 103 сотрудники ГИБДД провели увлекательную квест-игру по повторению правил дорожного движения. Начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Самаре Ирина Тарпанова напомнила детям о важности соблюдения правил дорожного движения и пожелала им успешно справиться с заданиями. Квест-игры, они всегда более понятны и доступны для ребят, потому что они проходят, во-первых, в игровой форме, в форме загадок, викторин, ребусов. И в ходе таких мероприятий дети лучше впитывают в себя знания и на практике потом уже применяют их намного лучше. Педагоги и сотрудники госавтоинспекции уверены, что подобные мероприятия, которые проходят в рамках реализации муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения в городском округе Самары на 2016-2020 годы, позволяют сформировать у детей навыки безопасного поведения на дороге. У нас за 10 месяцев произошло 141 дорожно-транспортное происшествие, в которых пострадали 152 несовершеннолетних, погибших нет. Сотрудники ГИБДД поздравили детей с успешным выполнением всех заданий и вручили каждому ребенку полезные сувениры со свето-возвращающими элементами. Дети с ранних лет, с детсадовского возраста и по 11 классы, школ уже, они с удовольствием участвуют в этих мероприятиях, участвуют в городских конкурсах, в областных конкурсах по безопасности дорожного движения, что показывает в очередной раз важность и вовлеченность детей в данный процесс. И что дети понимают, что правила дорожного движения необходимо соблюдать, и это очень важная составляющая жизни каждого ребенка. На улице в реальной дорожной обстановке ребята сами смогли понять, в каких местах можно переходить дорогу, а где это категорически запрещается, и что участниками дорожного движения являются не только автомобили, но и пешеходы. Подобные акции привлекают внимание участников дорожного движения, заставляют задуматься как водителей, так и проходивших мимо пешеходов. И в конце выпуска в Черную пятницу возвращаемся к теме Черного. Сегодня во многих странах мира отмечают День Черной Кошки. Праздник в наши дни приобрел шутливый оттенок и скорее посвящен борьбе с суевериями. Тем не менее, согласно статистике, именно этот представитель домашней фауны признан самым популярным животным в кино и мультфильмах, в песнях и изобразительном искусстве. Фильмы внимательно просмотрел Олег Зверев, а в канун праздника он пообщался с черными котами и понял, что эти животные приносят только удачу. Зофира Феррари оф Саверен Вертьюм. Это полное имя. Центральная кличка непосредственно котенка Феррари. Если вы сомневаетесь, кто хозяин в доме, то эти коты знают точно – власть здесь принадлежит им. Такова особенность породы бурма. Спокойные и снисходительно добрые любимцы скорее сами чувствуют себя владельцами своих хозяев. А крас черный, но это только на первый взгляд. На самом деле оттенки соболь и шоколад. По происхождению иностранцы. У всех длинные благородные имена. Самый старший босс. А полностью Чармит Белис Эриш Крим. Чемпион мира. Такой же сладкий, как ликер, говорит о своем питомце Татьяна Васильева. Это вообще лечебные коты. С ними прекрасно спать. Особенно там вот уткнувшись в чистое мягкое пузико. Такой… Это же духи, как у меня дочка говорит. Вот запах животика кота. Поэтому они всегда чувствуют настроение, когда знают, надо прийти, помурчать. Четыре кота и одна кошка. В этом семействе не только черная жизнь имеет значение. Единственный блондин. Самый молодой и игривый Бамси. Кличку белого медведя носит кот Трамхайлис Сляпнер Афмарингейм. Скандинавское имя трудно выговорить, но кому это удается, сразу получает бонус в виде знаков внимания. Собачья жизнь в этом доме тоже в полной гармонии. Никто никого не боится и не шипит. Псы ведут себя по-графски, хотя оба – двор-терьеры. Малыша взяли в приюте, дружок прибился ко двору. В суеверие про черных кошек в этом доме не верят. Мнения хозяйки прямо противоположные. Некоторые суеверные говорят, черные коты – это как-то… Вы знаете, я даже когда иногда иду, я вдруг вижу черную кошку, говорю, иди, 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 быстрее переходи. Потому что мне кажется, что кошки в принципе не могут, глупость какая, принести несчастье. Кстати, в Англии черные коты считаются наоборот. Привносящими счастье. Черные коты принесли удачу и советскому кинематографу. По статистике, это самые популярные животные в отечественных мультфильмах и кино. Образы, которые создают четвероногие актеры, как правило, характерные, но скорее мистические или негативные. Для того, чтобы избавить мир от предубеждений, даже придумали Международный день черной кошки. Главная цель праздника – показать, что коты – самые добрые существа. К примеру, в Древнем Египте кошкам поклонялись и считали их небожителями. В современном творчестве коты продолжают вдохновлять художников. Какие самые популярные животные по итогам этой выставки? Хороший вопрос и ожидаемый, потому что возник и у нас. Конечно, лидируют котики. Это сложно с ними конкурировать. Собаки у нас замечательные пёсики на втором месте. А дальше полное разнообразие всего животного мира, как только встречается. От пещерного льва до кота Василия выставка рисунков под таким названием открылась в детской картинной галерее в Самаре. В творчестве представлена вся фауна планеты. Коты, как и ожидалось, лидируют. Причем больше половины черных. Даже если на рисунке кошка разукрашена розовыми красками. Я очень люблю фантазировать, и я поэтому нарисовала ее розовой, потому что нравится видеть мир в ярких, красивых цветах. А на самом деле она какая? На самом деле серо-черная. Олег Зверев, Николай Епифанов, События. На этом наш выпуск завершен. Заходите на сайт Самары ГИС, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Всего вам самого доброго, хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин